Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЕИТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. В поддержку Олега Сенцова провели писательский марафон. Во Львове участники форума издателей. Украинские и зарубежные писатели, правозащитники и журналисты читали рассказы Олега Сенцова и собственные произведения. Марафон организовали в центре города возле ратуши. На здании повесили большой баннер в поддержку украинского режиссера, незаконно отбывающего наказание в России. Сенцов держит голодовку 133 день. Требует от России освободить всех украинских политзаключенных. Такие акции очень важны сейчас в наше время. Это является одним из методов борьбы для освобождения наших политвязней. Надеюсь, что в скором времени Олег, мой сын Александр и все политвязни вернутся на территорию Украины. Мы постоянно проводим акции, где бы мы ни были, особенно на территории свободы слова. Форум издателей или букфорум – это территория свободы слова. Поэтому мы сегодня выступаем на защиту и в поддержку человека, который тоже живет словом и свободой, даже в заключении. Артиллерия, минометы и бронетехника. Большое количество вооружения боевиков на линии разграничения зафиксировала миссию БСЕ. В частности, 21 танк и 6 реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Также, согласно последнему отчету миссии, пророссийские наемники не допустили наблюдателей к мониторингу двух населенных пунктов. Это Бэтманово возле Донецкой и Верхней Широковской на Приазовье. 13 раз с начала суток российские оккупанты открывали огонь на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил, рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. В частности, из минометов и гранатометов боевики обстреляли Крымское на Луганском рубеже, а на Донецком – Гнутово, поселок под Мариуполем, и Шумы возле Горловки. Потерь среди украинских бойцов за сегодня и за вчера нет. За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие, применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, в районе Лебединского и Широкино враг несколько раз применял минометы, запрещенные Минскими соглашениями 120-го калибра. Из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП оккупанты вели обстрелы вблизи Гнутово и Лебединского. А вблизи Новолуганского днем зафиксированы разрывы 10 вражеских мин калибра 82 мм. Пропагандистские высказывания украинцев в Португалии требуют опровергнуть слова митрополита Российско-Православной церкви Илариона Алфеева о ситуации в Украине во время официального визита в Португалию. Он дал интервью католической радиостанции, в котором заявил, что в Украине идет гражданская война, а украинская греко-католическая церковь проводит политику религиозной нетерпимости. Члены Союза Украинцев провели митинг перед церковью РПЦ в Лиссабоне и написали открытое письмо главе Рима-Католической церкви в Португалии Дону Мануэлу Клементу с просьбой дать возможность выступить на радиостанции представителям Украины. В крушении российского Ил-20 в Сирии виноват Израиль. Такое официальное заявление сделал представитель Минобороны Федерации Игорь Коношенков. Он утверждает, что израильские ВВС не указали местопребывание своих истребителей и вели в заблуждение относительно места ударов, потому Ил-20 просто не успел уйти в безопасный район. Все это, говорит Коношенков, слышно на записи переговоров с представителем штаба ВВС Израиля. Минобороны считает, что действия израильских летчиков непрофессиональны и преступно-халатны. В Израиле пока не комментируют это заявление, однако ранее там отрицали свою вину. Ил-20 разбился в Сирии 17 сентября. На борту было 15 военнослужащих, они все погибли. Самолет сбило сирийское ПВО. Выступление байкеров, концертная программа, спортивные соревнования и фестиваль уличной еды. В Киеве проходит праздник благодарения, отмечают его в столице второй раз. Кто сегодня среди гостей, спросим у корреспондента ЮАИ ТВ Любови Задорожной. Она на прямой связи со студией. Люба, много ли людей и долго ли будет продолжаться празднование? Люба, добрый день. Здравствуй, Тимофей. Как мы видим, очень много людей сегодня собрались на Крещатике. Улица перекрыта. На главной улице страны сегодня празднуют День Благодарения. Очень много локаций вдоль всего Крещатика. Это и спортивные локации, и фото-озоны, и так называемый фестиваль еды. Также гости ожидают шоу байкеров и шоу скейтбордистов. Также будут хедлайнеры, зарубежные гости. Как мы помним, в прошлом году это был мотивационный спикер Ник Вучич. В этом году, в частности, фестиваль посетит голливудский актер Стивен Болдуин. Давайте послушаем организаторы фестиваля, зачем, собственно, его проводят. Национальный праздник благодарения Богу за все благословения, которые он нам дает украинцам. Когда мы собираем урожай, когда у нас есть хлеб на столе. Также нам удалось пообщаться с гостем из Литвы. Это президент теологического колледжа в Вильнюсе. Он выразил восхищение тем, как День Благодарения проходит в Украине. По его словам, Литве многому можно научиться. У Украины, в частности, единству. Сказал, что очень часто здесь бывает и видит, что страна и нация меняются буквально на глазах. Давайте также послушаем. Ну, конечно, у вас война. И это трагедия, и мое сердце болит. Но, с другой стороны, люди меняются. Вообще, хорошие европейские вещи приходят к вам. А плохие вы не берите, пожалуйста. Господа любите, Богу служите. Поклоняйтесь Ему, благодарите Ему. Все будет прекрасно. Коррупция уйдет. В это время будет прекрасным. Я верю в большое прекрасное будущее для вашей страны. День Благодарения, как таково, имеет многовековую историю. Как праздник его отмечают во многих странах мира. В этот день принято благодарить Бога за урожай, за достижение собственное, за достижение страны. И, в общем-то, за все хорошее, что было у нации на протяжении года. В октябре его празднуют в Канаде. В ноябре его празднуют в США наиболее широко и масштабно. И вот с прошлого года он приобрел все украинские масштабы в Украине. Здесь его отмечают в сентябре. Тимофей, тебе слово. Да, спасибо большое, коллега. Днем Благодарения тебя и наших телезрителей. Это была корреспондент ЮЭТВ и Любовь Задорожная. Из Крещатика в Киеве, где празднуют День Благодарения. Украинская дзюдоистка Дарья Беладид вернулась со своего триумфального чемпионата мира в Баку. 17-летняя киевлянка выиграла золото в весовой категории до 48 килограммов. И стала самой юной чемпионкой мира в истории этого вида спорта. В аэропорту спортсменку встречала съемочная группа ЮЭТВ. Цветы, улыбки и поздравления. К повышенному вниманию 17-летняя дзюдоистка Дарья Беладид начинает понемногу привыкать, хотя признается, от этого немного устала. Главное желание сейчас – выспаться. После победной схватки над эх-чемпионкой мира из Японии Фуны Танаки Беладид дала волю эмоциям. Слезы уже не сдерживала в объятиях тренера и мамы в одном лице. Мама тоже не сдерживала слез. Естественно, счастье переполняет, гордость за дочку. Очень рада. У самой юной чемпионки мира в дзюдо вся семья. Папа Геннадий Беладид в прошлом известный дзюдоист. Мама – чемпионка мира по дзюдо среди юниоров. Теперь они тренируют дочь и уже привели к титулам чемпионки Европы и мира. Сейчас какое-то время дадим ей порадоваться. Это звание будет уже в истории с ней все время, но мы ее оградим от этого полностью и не дадим ей, скажем так. У папы тренеров в коллекции тоже медали чемпионатов мира и Европы под дзюдо. Но олимпийской нет. Теперь спортивная мечта семьи Беладид связана с играми в Токио 2020. Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом и по плану. Олег Шумейко, Ярослав Матяш, UATV. Не забывайте заходить на наши страницы в соцсетях и на сайт телеканала uatv.ua. Там прочтете еще больше новостей и будете в курсе всех событий. А я напомню, что следующий выпуск новостей уже через пару часов, поэтому не переключайте. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok